Всем привет! В сегодняшнем выпуске будет 4 простых ремонта. Ремонтировать будем ваттметр, который не хочет работать автономно, доработаем налобный фонарик, восстановим планшет со вздутым аккумулятором и разбитым дисплеем и отремонтируем электрошокер, который совсем не хочет бить током. Итак, приступаем. Первый у нас на очереди это ваттметр. Вот его характеристики. Все с ним хорошо, за исключением того, что он не работает без питания, то есть нет возможности считывать показания, отключив его от розетки. Демонстрирую. Виной тому встроенный аккумулятор, который не заряжается, поэтому просто его заменим. Заказал новый аккумулятор, как всегда из Поднебесной. Аккумулятор фирмы Сиски, напряжение на нем 3,7 вольта и это хорошо. А вот родной аккумулятор, немного меньше по размеру. И новый на его место не встанет, поэтому будем импровизировать. Вышел из ситуации вот таким образом. Вывел аккумулятор на отдельных проводах, благо место в корпусе позволяет это сделать. И уже можно видеть, что ваттметр заработал автономно. Фиксирую все на термоклей и собираю корпус. Далее налобный фонарик. Решил заказать фонарик самой дешевой комплектации. Вот кстати небольшой обзор на него. Проблема оказалась в том, что этот фонарик не имеет USB входа для зарядки. Заряжать его можно только специальной зарядкой с контроллером для литий-ионных аккумуляторов, который естественно у нас нет. Поэтому буду устраивать контроллер заряда с защитой на базе микросхемы TP4056. Вот по такой схеме. Вкладу контроллера необходимо подрезать для удобства и приступаю к монтажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Также проделал отверстия для индикации. Теперь аккумуляторы будет проще заряжать и не нужно будет бояться, что они сильно разрядятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Планшет от Ирбис, модель ТЗ-175. У него сильно вздулся аккумулятор, который выдавил дисплей. Что интересно, тачскрин уцелел. Его мне отдали просто так на запчасти, так как ремонтировать его нецелесообразно. Я же решил его восстановить. Отдам ребенку, чтобы мультики смотрел. Проверим, как он себя ведет. Подключаю питание 4,2 вольта. Ну вот, планшет включился и даже реагирует на тачскрин. Новенький дисплей уже прибыл. Сперва проверим, работает ли он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо, приступаю к замене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккумулятор нашел в своих запасах. Подобрал подходящий по размеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После сборки все проверил. Тачскрин полностью рабочий, замены не требует. Единственное, заметил 1 битый пиксель на новой матрице. Но ничего страшного. Как просмотрщик ютуба он еще послужит. И, наконец, электрошокер GSJ-916. Не работает, то есть не бьет током. Он заряжается, фонарик работает. Судя по всему, сдох высоковольтный генератор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подадим на него питание, посмотрим, как отреагирует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие-то звуки он издает, но на этом все. А новый генератор уже прибыл. По размеру он подходит. Необходимо немного зачистить его выводы. И давайте подадим на него питание, посмотрим, что будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запаиваю второй вывод только после его сборки, чтобы случайно ебать не топнуло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного подзарядил его, и теперь можно проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все на этом. Какой бы простой ремонт не был, не забывайте про технику безопасности. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА